Итак, всем добрый вечер! Сегодня у нас с вами очередная программа, потому что мы будем выкладывать эту серию на YouTube. Кто не знает, мы представляемся. Это Ирина Жабская и я Дарья Колесник. Мы сотрудники, мы семья. Мы называемся Киевская школа психологии. Сегодня мы поговорим о том, зачем и кому нужны расстановки. Каждый четверг мы выходим в прямой эфир в 7, в 9 часов, в 10, в зависимости от того, как у нас получается. И отвечаем на вопросы, потому что очень часто, когда к нам приходят, особенно люди, которые ничего об этом не слышали, ничего об этом не знают, мы решили сделать для них серию таких мини, скажем так, мастер-классов пояснительных, чтобы люди могли послушать и принять решение, стоит ли им двигаться в этом направлении, как эта практика может помогать развиваться или что она сама по себе делает. Также мы ждем ваших вопросов. Приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит. Пожалуйста, напишите, насколько нас хорошо видно и слышно по 10-бальной системе. И, конечно же, ждем ваших комментариев на тему, что вы знаете на сегодняшний день о расстановках, кому и зачем они нужны. И я передаю тебе слово. Мы сегодня решили рассказать вам две истории из нашей практики. Практики, да, они будут описательного характера, то есть практически эти истории будут касаться непосредственно семей, детей, взаимоотношений и того, как расстановки помогают решать какие-то вопросы, связанные с детьми. Даша, ну давай сразу скажем так, что слово «решать вопрос» мы употреблять даже не будем. Потому что многолетняя практика использования расстановок, или как мы это называем, системно-феноменологического подхода, да, ставит больше перед нами вопросов, понимаешь, чем дает ответов, ну в этом моменте. И сегодня мы как договорились, что наши короткие эфиры, где мы постараемся из нашего практического опыта показать, как можно пользоваться этой практикой, где мы применяем системно-феноменологический подход или расстановки. Мы применяем их где? В консультировании, в консультировании пользуемся, пользуемся, да, в терапии пользуемся, пользуемся, ну как специалисты, так, и в коучинге, это же совершенно самостоятельные вещи, там мы этим пользуемся. И давай добавим, что мы в этой теме уже 17, ну почти 17 лет, это во-первых, во-вторых, мы являемся членами профессионального союза Украинской ассоциации системных расстановщиков, расстановок, так, с момента создания этой ассоциации. Вот, поэтому сегодня мы говорим как практики. Мы постараемся, чтобы наш эфир занял не больше 20 минут, и вот о чем. Слово расстановки уже стало знакомым в моменте, и нет простого подхода к этому. Ну, мы сегодня говорим о простых примерах, вернее, ну, о конкретных примерах. Сразу напоминаем, все схемы, которыми мы пользуемся, это из реальной нашей реальной практики. Мы имеем разрешение от наших клиентов, они дают доброго, в смысле, дали свое согласие, чтобы мы этими схемами пользовались. Ни о каких конкретных там описаниях, страшных событиях или именах речь быть не может. Ну, например, и так, прошлое изменить нельзя. Даша, ты с этим согласна? Ну, в каком-то смысле, если формально говорить, то... Конечно, но объективно. Реально мы не можем изменить... Не можем мы изменить никакого прошлого. Но то, что наша жизнь состоит из всей информации, которая предшествует нам, это очевидно. Никто же не возражает против, ну, скажем так, ДНК, да, информации, зашифрованной там в нем. А есть еще и память, ментальная память, так? И вот вам конкретный пример. Сразу говорю, что ситуации, о которых мы говорим сегодня, это где-то лет, наверное, 11, да? И лет 10 назад эти ситуации происходили. К нам обращаются люди с конкретной ситуацией. Болезнь почек, симптом. Вот пошел слух, что расстановки все решают. Мы говорим, давайте смотреть. Нельзя заявлять, что расстановки все решают. Ну, вот люди обратились у нас, у папы, болезнь почек, у ребенка. Сказали, что расстановки работают с такими повторяющимися ситуациями. Говорят, хорошо, давайте посмотрим. Начинается работа. Сразу для тех, кто не знает, что такое расстановки, это будет немножко, ну, понятно. Выходит информация. В виде чего? В виде реальных ощущений на телах людей. Ну, это единственное, с чем можно сравнить, это с монитором. Вот сейчас у вас на мониторах какое-то изображение. Это визуальная информация, да, и аудио информация. А тут можно что-то еще и чувствовать. И вот в результате того, что происходит на телах носителей, в результате этого мы задаем вопросы. Ну, как люди обученные, знающие. Скажите, а вот были у вас вот в роду, вот какие у вас истории были какие-то там, да, и человек, с которым предварительно составлена гинограмма, то есть информация о том, мамы, папы, бабушки, дедушки, тетеньки, дяденьки. Кстати, давай сейчас здесь поставим на паузу. Пожалуйста, напишите, кто хоть раз в жизни, из тех, кто смотрит сейчас, составлял гинограмму, и знаете ли вы вообще, что такое гинограмма. Или дерево, ну, условно говоря. Ну, подожди, давай, бабушка, ну, дерево моего рода. Вот там у него мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры, сводные, что сводные, да. И человек говорит, да, вот у нас в семьях были такие-то истории. Какие? Ну, например, была история, когда там папа, дедушка, вернее, уезжал в командировку, и вот вдруг через много лет он узнал, что там у него были какие-то отношения, и женщина родила ребенка, ну, это была очень давняя история, и она гордая женщина, она даже не поставила в известность, что оказывается, вот там где-то есть, растет ребенок, растет сын. Вот, когда мы, когда мы услышали эту информацию, и в поле она подтверждается, в поле это в пространстве, где стоят люди, которые что-то чувствуют, вот, сразу нам, как специалистам, понятно, произошло системное нарушение закона. Человек, у него появился ребенок, а он был лишен права знать о своем ребенке. Мало того, потом, впоследствии мы еще узнаем о том, что они связались с этой семьей, вышли на связь, и у этого ребенка такая же болезнь, да, такие же заболевания. То есть мы здесь видим очевидную связь, да, то есть когда речь идет о каком-то одном повторении, двух повторении, когда речь идет о том, что три раза в одной и той же системе на уровне двух поколений появляется один и тот же симптом, то есть можно задать себе вопрос, да, ну о чем мне эта информация, да, то есть почему именно так происходит. Знаешь, Даша, я не... Многие, кто к нам приходят, они задают этот вопрос. И мы видим, что когда человек начинает не праздно, да, но исследовать свою систему, в системе начинает что-то происходить. В системе мы говорим семья конкретно. Да, мы никогда не заявляем, что мы там исцеляем, ну, потому что этим нельзя заниматься, в принципе, потому что у каждого человека есть своя задача в жизни, которую он должен решить, которую он должен выполнить, и это, как правило, очень большой интеллектуальный, физический, психоэмоциональный труд. Расстановки — это как путеводитель, это как указатель, в каком направлении сегодня стоит прикладывать усилия, и на что нужно обратить внимание, потому что жизнь настолько у нас с вами многогранна, что человек теряется, а куда же мне сегодня идти? Вот, поэтому продолжаем, кому и зачем нужны расстановки. Сегодня тема у нас — дети, симптомы. И в результате, через какое-то время, эти люди обращаются к нам и говорят, «Вы знаете, у нас должна была быть операция, она произошла...» Нет, нет, нет. А, ну в этом... Подожди, вот в этом случае, про который мы с тобой говорим. Было два случая именно с почками, да? В одном случае отмена операции, во втором случае операция прошла, и она прошла очень успешно. И причём симптом прекратился не только у ребёнка, сколько там, 10 лет ребёнку было, да? Но и симптом автоматически перестал, этот симптом перестал появляться у отца этого ребёнка. Вот, подожди, даже давай сразу добавим, что на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, мы не готовы рассматривать расстановки как прикладной инструмент для извлечения ещё чего-то. Ведь смотрите, что получилось. Когда люди поговорили о своей семье, поняли, что возможно, я настаиваю на слове «возможно», это есть проявление, тайное всегда становится явным, да? Этот симптом есть проявление... Ну да, шевел в мешке не утаишь, да. Что это о ком-то забыли, возможно. И вот через время происходят какие-то перемены. Напоминаю, мы говорим о случаях, которые проверены временем, да? И ещё одну ситуацию, которую мы можем вспомнить, это тоже давняя история. И она уже давняя, то есть ей уже больше 8 лет, этой истории. И сегодня мы на связи с этими людьми, и они связывают напрямую перемены с той работой, когда к нам приходят решить у ребёнка вопрос причины задержки речевого развития. Обеспеченная многодетная семья. Неважно, мы не будем детали. Мы попросили от решения схемой пользоваться, нам сказали, да, пожалуйста, без имён, безо всего схему рассказывайте. Слушай, мне часто задают вопрос, а какого уровня люди к вам обращаются? Да, разного. К нам обращаются люди разного уровня. И мы помогаем работать с собой. У нас нет никогда задачи облегчить человеку его путь, потому что кто давал нам это право, собственно говоря, его никто никому не даёт. Потому что вы сами знаете, чем ценнее твоя дорога, тем ценнее твой путь, тем быстрее ты перестаёшь путаться, тем быстрее в твоей жизни появляется ясность и самостоятельность мышления для принятия решения. Потому что мы всё время стоим на грани выбора. Каждый человек. Сюда пойти учиться, развиваться, создавать семью, бизнес. Вот о конкретной семье, которая обратилась к нам больше восьми лет назад с намерением, подскажите, куда нам ребёнка отдавать учиться? В школу для очень слабых детей? Ну, совсем-совсем, да? Или вот только там в коррекционную школу? Естественно, проводя опросы и так далее, мы предложили, давайте вот используем системно-феноменологический подход, да, расстановки. Мы поставили, вывели информацию, напоминаю для тех, кто не знает, что это такое, ну, потерпите уже тогда. Мы вывели информацию, предварительно после разговора с человека, и чётко было ясно, что несколько поколений назад был страх в системе у людей, был страх рождения новых детей, потому что это было связано с необходимостью кормить рты. И вот внутреннее... Многие, многие системы, да, в период, естественно, голодомора войны, конечно же, пережили. Этот ужас, да. В принципе, у нас у всех генетически этот страх заложен, да, только у кого-то он активно проявляется, у кого-то мощно. Мы чётко все ощутили, поняли, информация-то потом подтвердилась, когда семья побеседовала со своими старшими, что там, да, вот было так. То есть чётко страх перед тем, что рождаются новые детки, и вот этот страх проявился через несколько поколений у ребёнка, в результате вот задержка развития. Ну, напомню, что уже прошло достаточно много лет, и сегодня родители, эта семья связывает, напрямую связывает, что вот тогда, после той работы, ребёнок стал как-то по-другому развиваться, стал более контактный. Они пошли в обычную школу, и сегодня это успешный мальчик, который успешно продолжает учиться. То есть с чем мы столкнулись? Если в системе есть подавленные, непрожитые чувства, ну вот очень трудно говорить об этом. Здесь, наверное, можно хорошо привести такой пример, да, мы все с вами знаем о том, что есть гены, да, что физиология у нас с вами передаётся генетически. Мы не можем их попробовать, гены, но мы знаем, нам учёные рассказали, объяснили. Точно так же мы знаем на сегодняшний день, но это ещё малоизвестный факт, что есть мемы, так называемая культурная информация. Память. Память. Где находится память? Это там же, где интернет. Она находится в универсальном записывающем устройстве в воде. Мы с вами состоим более чем на 70% из воды. Каждая клеточка обладает исключительно своей памятью. В разных культурах память называется по-разному. Одно из названий памяти – это карма. Так это переводится. То есть череда событий записанных, череда эволюционных событий. И мы с вами видим, и сегодня учёные доказывают, что в рамках как минимум семи поколений, иногда больше, одна и та же информация стучится, она повторяется. И когда у человека есть шанс появляться исследовать свою систему, он становится обладателем большего ресурса и ясности в своей жизни, куда и как ему необходимо далее двигаться. Расстановки не являются универсальным методом, но они являются универсальным исследовательским подходом, инструментом. Потому что с любым вопросом мы можем здесь работать в так называемом энергоинформационном пространстве. Я не знаю, как можно это ещё назвать, там, торсионные поля. Давай без слов. В каком-то пространстве, для описания которого и понимания, на бытовом сознании пока ещё слов нет. И сегодня, вот я уже сказала, что мы являемся членами профессионального союза, Украинской ассоциации системных расстановок. Мы сбросим ссылочки на сайт нашей ассоциации, ему уже 10 лет. Две научно-практические конференции. Последняя была в ноябре месяце, да. И Европа, в Азии, в Америке, сильные расстановочные школы, где сейчас только формируется. Какими словами обо всём об этом говорить? По факту выглядит так. У нас есть дополнительный инструмент, исследовательский в первую очередь. И когда мы им пользуемся, этим инструментом, происходит вот некий феномен. Вы знаете, этот феномен можно сравнить вот с чем. С физическим явлением. В комнате темно, подошли, нажали выключатель, стало светло. Вот пока только такую образность можно. Да, и пока у вас горит этот свет в виде ощущений, понимания, да, вы можете конкретно увидеть, что здесь находится. Потому что очень часто люди, которые... Это, как правило, сильные люди, потому что исследовать себя может... Ну, обычно это человек с определённым волевым усилием, да. Наш, давай всё-таки добавим вот какой момент. В чём сложность? Почему и нам трудно говорить? Скажите, возможно сейчас рассказать о вкусе фрукта, который никто не пробовал, ну, допустим, кроме нас? Кстати, вот вчера буквально в супермаркете у меня была ситуация, когда вечером мы заехали покупать продукты, и стоит молодой человек, привалок, знаете, в сельпо, где лежит всё, всё, всё. И он у меня спрашивает, говорит, подскажите, вы мне можете помочь выбрать кумкват? Я думаю, ну, такое знакомое название, я говорю, знаете, один раз в жизни его ела. И беру какой-то фрукт, говорю, наверное, вот это он. Вижу, что там совершенно другое название, наверное, вот это он. А он говорит, мне говорят, что он маленький и оранжевый. И у меня даже ассоциации не возникает, да, несмотря на то, что я уже этот фрукт ела. Да. Вот то же самое у нас с вами, скажем так, в жизни. Нам, у нас часто создаётся, скажем так, ложное ощущение, куда нам необходимо двигаться. Есть очень много тренинга, да, там по развитию интуиции, по развитию какого-то ясновидения. И зачастую я хочу сказать, что это похоже больше на, скажем так, на развитие какой-то вот, ну, чувства внутреннего тревоги, да, потому что мы, в принципе, с вами, ну, нет цели заглянуть в будущее. Нам бы принять момент, в котором мы живём. Почувствовать настоящее, да. И принять то, что уже было. И вот из этого состояния принятия, вот разобрана, ну, так скажем так, понимания того, что сейчас именно с тобой происходит, наступает более ясное будущее. Потому что, когда мы берём на себя роль заглянуть в будущее, если у нас проблемы здесь, мы с этим не разобрались, а что вы там увидите, и как вы к этому отнесётесь, и как вы будете дальше... Если это будет очередной кумквата. Жить с тем, да, что вы там увидели. Вот. Мы практику эту очень любим. Почему? Потому что расстановки нельзя назвать некой психологической концепцией. Здесь очень, скажем так, очень развязаны руки, очень много творчества. Лично для меня эта практика, это работа с эмоциональным интеллектом. Вот. И люди, которые, ну, так называемые профессиональные заместители, которые системно ходят просто как, ну, как заместитель, то есть они даже не делают личных работ, они очень часто говорят о том, что, вы знаете, моя жизнь очень поменялась за это время. Я становлюсь намного более спокойней к тем событиям, которые начинают, ну, происходят в моей жизни. У меня больше появляется какой-то мудрости, больше появляется принятие. Ну, спокойствие все отмечают. Да, мне чуть-чуть становится яснее всё-таки, что мне делать со своей жизнью, да, потому что мы не боги, мы не указываем, что человеку делать, потому что важно, чтобы человек всё-таки самостоятельно решал, что ему делать в этой жизни. Вот. Я надеюсь, что у вас появится ещё больше вопросов после этого выпуска. Сегодня у нас была тема «Кому и зачем нужны расстановки?» Мы поделились с вами двумя практическими, ну, скажем так, случаями. Проверенными уже временем. И я напомню, о каких случаях именно идёт речь. То есть, когда был нарушен закон принадлежности, то есть родился ребёнок, а отец даже не имел возможности знать об этом. То есть, женщина гордо скрыла этот вопрос? Ну, может, не было возможности. Это были времена, когда трудно было связаться. Так, и в результате вышли на то, что мы говорим о конкретном... Ну, у нас вот такие два случая, которые подтверждены уже временем, да. В результате того, что были восстановлены потом, люди сами вышли на связь, пообщались, там, что ещё там как было. Но в результате в одном случае была отменена операция, и симптомы благополучно от этой болячки избавились. И в другом случае просто через время ушла диагноз и не возвращается. Я вот смотрю, что здесь задает вопрос, есть ли примеры реального практического применения. У нас не просто есть примеры, мы конкретно этим сегодня тоже делились. Или посмотрите сначала. Ты сейчас, когда привела эти примеры, о которых мы сегодня говорили, мне вспомнилось, у нас как-то был год в работе, когда к нам пришло трое парней в возрасте где-то от 25 до 30 лет и с одним и тем же запросом, что они хотели бы знать своих отцов. О, этого достаточно много было. По каким-то причинам личным, это жизнь, у каждого свой орнамент, по каким-то причинам не сообщали, где и как, и что. То есть утеряна была связь с отцом ещё с самого рождения. И из этих троих за год у двоих произошла встреча с отцом. Ну, честно, для меня... Ты сказала о парнях, Даш, таких ситуаций у нас достаточно много. Я говорю о конкретном годе, я сейчас просто вспомнила, именно о этих молодых людей, потому что это было как... Знаете, мы говорим всегда, что случаи не бывают по одному. Это была парность, как раз это было под Новый год, и сейчас один из этих молодых людей, он живёт в Москве. В Москве, да. А второй... Даш, но это уже не так важно. Это не важно, но это приятно, потому что задали... И они связывают напрямую. Да, когда задали вопрос, мне сразу захотелось привести такой пример. И дело не в том, что сама расстановка так повлияла и произошла, но в результате той динамики, которую увидел человек, у него поменялось к этой ситуации отношение. У него появился ресурс ясности, понимание, как же дальше мне нужно к этому относиться. Вы же знаете в своей жизни примеры, когда вы внутри меняете отношение к ситуации, и ситуация сама начинает разрешаться, складываться, как падла. И очень часто в каком-то хорошем русле, да, потому что природа нам не враг, мироустройство для нас не враг. Природе выгодно, чтобы мы расцветали, чтобы мы процветали, чтобы... Ну, когда мы идём по полю и видим цветы, которые прекрасно пахнут. В чём смысл этих цветов? В их аромате, в их разноцветии, в их красоте, в их цветении. Вот так же и наша с вами жизнь. Даша, знаешь, я тебе скажу про цветы, про ароматы, про взаимосвязи, всё хорошо. Я уверена, людей интересуют практические случаи, как было, как стало. Так вот сегодня мы и хотим выходить в эфир и рассказывать схемы, как было, так стало. Не знал своего отца, пришли, поработали, подумал, что-то по-другому произошло, связь с отцом установилась. Мы всегда радостная. Да, и мы не знаем, стал ли человек от этого более счастлив. Но давайте честно говорить, потому что эта встреча может повлечь за собой ещё какие-либо переживания. Потому что мы с вами, как правило, все охотники за приятными переживаниями. Мы не любим неприятные переживания. И вот как раз здесь, когда мы понимаем, что жизнь – это череда разнообразных событий, мы не можем события корректировать все таким образом на 100% всю жизнь вокруг себя, чтобы она подстраивалась только чередой приятных событий. Но мы на 100% можем регулировать это состояние внутри себя. И какие бы ни были неприятности или приятности, идти в относительном равновесии. Да, выстраивать. Вот, собственно говоря, это, наверное, основная мотивация для того, чтобы с вами делиться. Мы надеемся, что для вас что-то было новым, что-то интересным, что-то, может быть, вы слышали. Поэтому мы ждём ваши вопросы. Следующий четверг вечером мы выйдем в прямой эфир. Это будет тема, возможно, отношений. Мы сегодня планировали дать. Вот, каким образом... И мы готовы для тех, кто хочет давать практические упражнения, которые показывают, как работают расстановки. Но для этого нужно какое-то терпение и любопытство, даже не любознательность. Первое. Если у вас есть практические примеры, которые вас расстраивают. Вот человек ходил в расстановке, у него там ай-яй-яй. Пишите, а мы прокомментируем, почему это возможно. Если у вас есть негативные примеры или положительные, это всё подлежит комментарию, потому что наш опыт и постоянное обучение у разных специалистов даёт... Вы видите, как нам трудно говорить. Мы хотим быть экологичны и конфиденциальны, мы не можем углубляться, потому что было время, когда мы на расстановке картинки описывали, там что-то ещё... Нет, сегодня только тот, кто... Вообще мы в закрытую часто любим работать, в прямом смысле этого слова, да. Мы сами, да, даже просим не говорить, в чём смысл вашего запроса. Ну, какие-то вопросы им задаёт, да. И у человека вдруг он, а, я понял, это вот об этом. И поэтому в следующий раз мы опять будем говорить... Сегодня мы о двух практически случаях говорили. Когда нарушен был закон принадлежности, папа не имел возможности знать о ребёнке, это было в виде заболеваний почек, причём у родителей, у детей, и потом это ушло. Дальше мы можем говорить, опять-таки, о девиантном и сложном поведении деток. У нас достаточно большое количество случаев, когда к нам приходят, хватаются за голову и, ой, его там в интернат надо ещё куда-то. Когда уходим в работу с родителями, и с семьёй, и с системой, и сегодня, спустя многие годы, родители говорят, вы знаете, вот после той работы, после тех расстановок, у нас вот до сих пор вот так, вот так, и мы там довольны. Всяко бывает. Примеров для... Примеров для рассказать у нас очень много. Рассказать много. Я сейчас сижу, тебя слушаю, вспоминаю, задержка речевого развития. Много. Когда ребёнок пришёл, его... даже сами родители не могли понять. На сегодняшний день, это был тогда первый класс, на сегодняшний день этот ребёнок уже заканчивает школу. Нет вопросов, нет проблем, к ребёнку нет вопросов. Мало того, он знает несколько языков. Да, и родители, не мы, родители, мы позволяем, мы же договариваемся, ребята, можно мы там будем выходить на связь с вами, задавать вопросы? Это нужно для того, чтобы мы понимали. Да, потому что часто те, кто приходят с подобной проблемой, они хотят видеть, ну, проблемой, ситуацией, задачей, хотят видеть тех, кто с чем-то справился. Но это не значит, что в нашей жизни дальше всё идёт идеально. И за что мы, ну, лично я, за что я люблю очень расстановки. Это очень творческий метод. Даша, вот в этом опасность есть. Потому что кто-то творчески подходит, кто-то творит, а вот кто-то, к сожалению, вытворяет. Поэтому здесь нужно очень много знаний, очень высокая степень корректности и не заходить за определённые границы. Хороший вопрос, Юлия Бородюк, задаю, это ваши консультации доступны для среднего звена. Юль, понимаете, вопрос цены, это вопрос, скажем так, мы не супермаркет. И я вам скажу так, у нас есть, ну, я не знаю, какое количество людей в процентном соотношении, есть люди, которые не могут платить, но им нужна помощь, и мы им помогаем. Есть люди, которые могут платить столько, сколько они могут, а благодаря платежеспособным клиентам, у которых есть, скажем так, они могут себе позволить оплатить услуги, сколько они действительно стоят, наше образование, наша аренда. Это нам развязывает руки и даёт возможность учиться дальше и помогать тем, у кого действительно нет. Поэтому вопрос, доступны ли мы для среднего звена, мы ответим так, мы доступны для людей, и именно для этого мы выходим в прямой эфир, и ваш вопрос очень уместный, потому что у нас нет какой-то стандартной такой таксы, мы говорим, вот платите только столько, иначе мы не будем работать. Давай не будем работать против себя, да. Прайс, какой-то прайс, он объявлен. Не какой-то, а конкретный. Конкретный прайс, и большой. Но я сейчас пример приведу. Сколько мы работаем, столько у нас есть понятия гостевых мест. Сколько мы работаем, выходя на фестивали, мы говорим, пожалуйста, вот вы были у нас на мастер-классе на фестивале, пожалуйста, приходите, приходите, знакомьтесь, приходите, знакомьтесь. И для профессионалов, для коллег у нас всегда присутствует понятие гостевого места. Придите, посмотрите, определитесь. Вам это интересно, неинтересно? Вы будете туда идти или нет? И знаете, я не могу сказать, что толп пожелающих и страждущих прибегают на так называемые бонусные бесплатные места. У нас очень много благотворительных программ, а для людей, которые интересуют вопрос цены, у меня вот такой вопрос. А вы действительно средний уровень? И что это такое? Или вы не хотите платить? Или вы не можете платить? Или не знаете, почему надо платить? Или не знаете, за что платить? Понимаете, потому что я не знаю, ну, я понимаю, вот если Украину взять в целом, но если взять в Киев, когда вечером мы едем домой, мы видим, что все рестораны вечером нет свободных мест. Ну, оболонь, да? Ну, да, так довольно, так согласно, ну, во всех местах. Вот. И наши основные инвестиции, когда, куда мы инвестируем деньги, это благотворительность, это обучение, и это программы, которые могут быть, скажем так, доступны для большого количества людей, просветительские программы. Вот. И знаешь, я все-таки специальные фирмы посвятим ценообразованию в оказании психологических услуг. Понимаете, сколько стоит жизнь? Вот это наша, для меня это лично позиция. Когда я прошу человека, давайте не будем ставить деньги между необходимостью вам жить, развиваться и вашей работой. Будьте для меня убедительны. И знаете, ну, как сказать, смысл... Давай так, сложно к этому относятся, потому что со мной иногда бывает мучительно. Как я говорю? А за что вы собираетесь мне деньги платить? Да, я меняюсь с человеком ролями. Не я ему объявляю, сколько стоит моя услуга. Я говорю, а во что вы оцениваете свое время, свое здоровье? Как? И человек... Вот это сложно. Это очень сложно. Но это своеобразный, сложный вопрос. Юль, даже вот пример вам из практики. Приходит человек сохранить семью, да. В процессе работы мы понимаем, что человек, у него, ну, скажем так, зависимость, алкогольная зависимость, да. Мы задаем вопрос, сколько, какая сумма в месяц у тебя уходит на... На спиртное. Ну, честно, да, человек говорит. Про тысячи четыре. Не, не четыре, где-то около десяти тысяч. А, ну, хорошо, ладно, это вот тот старый случай, ты говоришь, да. Около десяти тысяч. Хорошо. Какую сумму ты готов работать, потому что, ну... Ну, видим, что тебе трудно. Да, и то, что человек пришел, это говорит уже о некой готовности, да, сколько ты готов. Готов, допустим, оплатить половину из этих денег, да. Который у тебя на алкоголь уходит. Как вы думаете, какой ответ? Вот такой вот разговор, это уже наш опыт, это наша практика, то есть мы должны с человеком вместе, есть понятие время-место-обстоятельства, да. Или, допустим, приходит женщина и говорит, вы знаете, ну, вот моя личная жизнь, ну, она просто, ну, просто, ну, вот не складывается и все. Давай разберемся она, ну, как долго ходить, она спрашивает, да, сколько мне на это потребуется денег, вот. И мы садимся вместе с ней разбираем, да какой у нее бюджет, куда она инвестирует. Нет, давай, мы вопрос, вопрос задай. Она говорит, она говорит, я очень люблю дорогие вещи, да. Вот, ну, наша-то задача с человеком честно говорить. Она говорит, что я, допустим, знаю, что женщина там должна себе там покупать там раз в два месяца какую-то там вещь там, она должна стоить там не менее там скольки-то там долларов. Ну, говорю, ну, какую часть ты из своих привычек готова инвестировать на то, чтобы в своей жизни появились перемены. И смотри, все-таки первый вопрос какой. Не все говорят, ой, какую хорошую вы аналогию провели, я готова поделиться. Кто-то говорит, вы знаете, вот, ну, мне непонятно. Я, мало того, что в работе мне еще и хуже, ну, понимаете, вам станет хуже в работе с собой. Потому что доктора знают, да, если ты даешь человеку таблетку, ему завтра становится лучше, послезавтра человек к вам уже не придет. Поэтому в нашей работе уместно и хорошо говорить о контрактной основе, брать деньги наперед, потому что человеку становится зачастую не лучше, а хуже. Смотри, Даша, какой комментарий хороший, подожди. Спасибо, не поймите предвзято, но хочется убедиться, что это работает. А вот здесь я сразу скажу, здесь это может быть, у нас стоят судьбы людей за последние, ну, будем говорить сколько, 17 лет, понимаете. И чем больше, тем приоритетнее мы в приоритет ставим именно системно-феноменологические практики в работе с людьми, да, это наш опыт. Для того, чтобы убедиться, работает это или не работает, вот тут я подниму руки и говорю, не верьте ни мне, никому, ни людям. Сами идите, интересуйтесь и наблюдайте. Смотрите, идите, интересуйтесь и наблюдайте. И выводы у каждого будут расти сами. Согласна. Да. И вот по ценовой политике скажу так, не любят люди, когда так говоришь. Я говорю, слушайте, ну вы же свой бюджет лучше знаете. Подумайте, сколько вы готовы вложить. Людям сразу становится страшно, они думают, боже, какие манипуляторы. У манипуляторы, как они изощренно хотят. Но это же жизнь человека. И действительно, человек только может сам определить, сколько. Вот эта особенность психологических услуг. Как мы вот, как там, Малист Тимофеев с его компанией маркетинговой, говорю, ребята, вы, говорят, трусов до нефти все продадите. Но сегодня нужен новый принцип ценообразования психологических услуг. Потому что это нормально, когда человек говорит, блин, как дорого, я не могу себе позволить. Это нормально. Это правильно, да. Так вот, чтобы этого не было, чтобы этого не было, здесь нужна честность и прозрачность. Да, мы входим в сговор с клиентами. Да, многие это рассматривают манипуляцией, так. Но в любом случае, ребята, умеешь ты плавать или не умеешь ты плавать, узнаешь ты когда. Это только когда войдешь в воду. А входить в расстановочные практики сложно, тяжело, неприятно, ум сопротивляется. Ну, ребят, давай как, волков боятся, что в лес не ходить. Поэтому мы выходим в эфир не для того, чтобы там сагитировать, а и самим одновременно понять, как научиться об этом говорить просто. Пока это очень трудно. И вы видите, наша страстность возможна. Значит, в следующий раз мы опять возьмем несколько случаев. Напоминаю, здесь мы говорили о законе принадлежности, да. Спасибо, да. Юля пишет, так уже начинаю делать, наблюдаю, это уже точно. Да, 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 это самое главное. Мне очень нравится, как наши учителя говорят, да не верьте вы нам, приходите и проверяйте, цена вопроса. Ну, я вам скажу так, а везде цена вопроса в жизни. В прямом смысле этого слова. Надо иметь мужество, смелость. Ну, вот я набираюсь мужества в смелости, говорю. Значит так, я готова стоять рядом. Даша готова. Мы готовы стоять рядом. Если вам пока это трудно, ну как... Мы, к сожалению, не можем рассказать о всех случаях. Но поверьте, мы очень часто помогаем и очень много за свои деньги. Даже тем, у кого они есть. Даша, мы собирали... Мы не выдержали опять сегодня время, да? Не выдержали. Мы хотим коротко, мы научимся. Хорошо. Все, друзья, до новых встреч. Следующий наш прямой эфир. Это следующий четверг. Ждем ваших вопросов. Юль, особенное спасибо вам за ваши вопросы сегодня. Все.